Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разбираемся, как нам правильно измерить сахар и алкоголь в сусле и вине. Значит, у нас в быту есть два прибора. Начнем с приборчика первого. Металлический поплавок, запаянный тут штучкой и шкалой. Либо шкала двойная сахар и алкоголь, либо шкала, может быть, одинарная сахар. Прибор ориентируется на изменение плотности в жидкости. Ну, понятно, что шкала создана для сахара. Когда вы где-то там в серединке измеряете свое сусло, то очень частая ошибка, которую допускают многие, и я в том числе, когда-то допускала эту же ошибку. Я, например, вижу, что у меня сахара 10 и по той же шкале смотрю, что спирта у меня в это время 7. Нет, у меня сахара 10, а спирта там может не быть вообще. Пример. Например, берем это обычная вода. Правда, это вода из-под крана, поэтому, конечно, тут будут небольшие нагрешности. Значит, опускаем сюда и смотрим. Итак, что показывает наш прибор? Сахар, он показывает где-то 2, но я напомню, вода из-под крана. То есть там есть определенный уровень солей, поэтому плотность там немножечко есть. В идеале это делать на дистиллированной воде. То есть сахара показывает 2. И теперь разворачиваем. Спиртовая шкала 11. Как так? Это ведь обычная вода. Здесь спирта нет совсем никакого. И когда вы в своем сусли, где-то в процессе измеряете и видите сахара, например, по шкале 10, это не значит, что там спирта уже столько набралось, сколько показывает эта шкала. Она всего лишь создана, ну, как бы для удобства, для таких более-менее ориентиров. Но она вам покажет только отсутствие сахара. Вот в воде вы видели, да? Сахара нет, но и спирта там тоже нет. Итак, значит, этой штукой спирт мы измерить не можем. Только расчетный способ от начального количества сахара. Даже есть такой капиллярный спиртометр. Он может измерить спирт только в полностью выбродившем сухом виноматериале, в сухом вине. Причем точность будет в белом. В красном могут быть погрешности. И мы спирт рассчитываем, только зная начальное количество сахара и конечное. Если выбродило до нуля, там все просто. Если до нуля сахар еще не выбродил, значит, начальное значение отнимаем конечное. И по коэффициенту специальному рассчитываем, сколько у нас спирта получилось. Какие коэффициенты от 0,55 до 0,6? Как правило, к кориометру применяется 0,55. К рефрактометру применяется 0,6. В этих пределах мы считаем наш полученный спирт. Дальше переходим к рефрактометру. Если вот эта штука меряет по плотности, то вот эта штука меряет в зависимости от того, как преломляется свет. Не будем углубляться в подробности, нам они не нужны. Невероятно удобно в начале. Ягодку сорвали, капельку капнули сока, посмотрели, померили. Все классно. Бывают с одной шкалой, шкалой БРИКС, бывают с несколькими шкалами. Я уже не буду показывать, очень неудобно его к камере прислонять. У меня шкалы 3, градусы БОМЭ, алкоголь и БРИКС. И вот здесь чем удобно? То есть, опять же, спирт мы здесь не померяем. Вот эта шкала спиртовая, она удобна только тем, что я сразу, видя свой сахар, они одинаковые шкалы. То есть, от нуля до... И я, видя свой сахар, сразу вижу потенциальный алкоголь. Вот этим удобно. И что у нас происходит дальше? То есть, вначале все понятно, все классно. Когда у нас выражение заканчивается, либо останавливается где-то на серединке, возникают вопросы. Я уверена, что никто из вас на вине ни разу не увидел ноль. На вот этом приборе. На вот этом? Да. На вот этом? Нет. Как правило, цифра 4-4,5. Я уже однажды рассказывала немножко об этом. Но сейчас поподробнее. Дело в том, что первоначально у нас спирта нет. И все вот эти световые преломления осуществляются за счет сахаров. Ну, под это настроен прибор. Как только у нас появляется спирт, он тоже начинает оказывать влияние на преломление света. И при начальных 20 бриксах вот этот потенциальный алкоголь в 12, по-моему, и 6. Я вам оставлю ссылку на таблички, чтобы вы могли посмотреть. Сейчас эти цифры озвучивать неразумно, они не всегда воспринимаются. Так вот, вот тот спирт в 12,6, он будет давать вот эти 4,5 брикс. Поэтому здесь ноль вы не увидите никогда. Таким образом, если мы где-то меряем по серединке, чем начальный уровень, то есть, например, там первый, второй, третий день, когда спирта еще мало, эти показания по сахару, они будут приближены к реальным. Чем дольше длится процесс, чем больше накапливается спирта, тем вот эти показания становятся более искаженными. Потому что уже бриксы суммируются. Бриксы от самого сахара и бриксы от спирта. Соответственно, если у вас, например, было изначально очень сладкое сусло 23 и 24, то сразу по табличке можно посмотреть конечное значение брикс. И если вы видите в своем рефрактометре вот это конечное значение, значит, сахар у вас выбродил полностью. Ну, конечно, когда все выбродило полностью, здесь все понятно. Но если мы где-то на серединке, вот там рассчитать сложнее. У меня есть табличка расчета для 20 брикс, там есть несколько опорных точек, на них можно опираться. Остальное все дальше, если вам необходимо, вы считайте сами. Меня даже не спрашивайте, как бы я этими расчетами заниматься не буду. Я вам даю цифры, вы на них и опираетесь. И, значит, вот то, что происходит в серединке, гораздо проще измерить вот этим прибором. Он покажет по сахару более точное значение. И вот наглядный пример. Единственное, смотрите, у меня касается стенок. Измерять надо, чтобы не касалось. То есть сахара показывают в этом сусле. Вот по красненькой штучке, светленькая, да, засвечивает. То есть сахара показывает 2. И 7 показывает рефрактометр. То есть видите разницу? Исходя из того, что мое сусло было где-то 21, то я понимаю, что вот чуть-чуть сахара у меня еще осталось. И правильное показание мне показывает вот этот прибор. Но его тоже надо сначала откалибровать на дистиллированной воде. То есть я вам показывала на обычной. Мы калибруем на дистиллированной. И тогда смотрим. Ну и показала, да, что стеночек оно не должно касаться. Здесь 2, здесь 7. Если мы вспомним то, что я говорила буквально пару минут назад, что спирт тоже дает свои цифры, то приблизительно мы вот на эти 2 и выходим. Значит, если нам надо проконтролировать сахар потом в конце, точнее даже где-то в середине, то лучше пользоваться вот этим прибором. Но смотрите, еще какой нюанс. Вот это сусло, оно уже почти отбродило, да? Оно тихое и спокойное. Если у вас сусло активно бродящее, активно идут выделения пузырьков, они будут выталкивать вот эту штуку. Поэтому показания тоже могут быть несколько искажены. Просто чтобы вы имели в виду, насколько, я не знаю. Но могут быть несколько искажены вот за счет выделения этой самой углекислоты. Просто имейте в виду. В принципе, в принципе, нам, если мы делаем сухие вина, то вот эти все нюансы не столько важны. Нам надо знать конечные показатели, к которым мы должны прийти. Все. Этого достаточно. Если мы хотим делать какие-то там полусухие, полусладкие вина, вот тут уже возникают некоторые вопросы. Но я рекомендую именно на этих этапах пользоваться. Ну, несколько удобнее вот этим прибором. Для этого просто нужны подсчеты. Напомню, табличку я вам оставлю. Есть ли начальная 20 бикс? Там есть определенные опорные точки. Если у вас начальная была больше, там уже математика, я даже не особо хочу вникать в эти цифры, то есть там вы рассчитываете это сами, смотрите, есть вообще куча всяких графиков, по которым это рассчитывается. Ну, это достаточно сложно тоже. Подумайте, надо ли вам это. То есть, как видите, каждый из этих приборов имеет свои особенности использования. Если мы делаем сухие вина, то помним изначальный сахар, смотрим потенциальный алкоголь, смотрим табличку, и если в конце мы ловим те же цифры, значит, все хорошо. Если цифры получаются больше, значит, еще не добродило. Значит, надо что-то делать, чтобы сусло выбродило насухо. Ну, либо оставляем остаточное сахаро, но помним, что с остаточными сахарами сусло, точнее, уже вино не очень хорошо хранится, его надо как-то специально обрабатывать. То есть, это тоже надо помнить. И здесь тоже помним, что да, потом он нам дает более правильное значение по сахару, но на спирт мы не ориентируемся вообще. Спирт мы считаем только от начального. Надеюсь, что видео вам было полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!